Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волонет. Сегодня предлагаю поговорить о летних заготовках и дачном урожае. Ну, согласитесь, лето быстро проходит, и так хочется сохранить вот этот кусочек сочных, свежих фруктов, овощей на зиму. Так вот, на самом деле, человечество, дорогие друзья, уже давно придумало такие способы. Это можно засаливать, засахаривать, консервировать, засушивать, замораживать. В общем, способов заготовки наших дачных урожаев на лето на самом деле множество, но какой же из них самый полезный? Вот об этом и поговорим сегодня с гостями в нашей студии. Полезный совет на добром вечере сегодня дает Татьяна Тимошенко. Это дачница, кулинар, мастер производственного обучения Гомельского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии. Добрый вечер, Татьяна Михайловна. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. И еще один гость сегодня у нас в гостях, это Екатерина Толкачева, врач-волеолог Гомельского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Добрый вечер, Екатерина. Ну, на самом деле, вот в наши дни, согласитесь, в интернете можно найти массу рецептов, чего бы то ни было. И заготовки на зиму, это, конечно же, не исключение. Но при всем при этом проверенные годами рецепты, согласитесь, на вес золота. Вот, Татьяна Михайловна, не могу не спросить у вас, вот вы как опытная хозяйка, какие способы заготовок используете чаще всего? Вы знаете что, у меня есть дача, у меня есть частный дом. Конечно, я очень много выращиваю овощей, фруктов, ягод, и мне их надо обязательно использовать, я же не могу их выращивать для того, чтобы они росли. Поэтому, конечно, я пользуюсь старинными своими рецептами, которыми пользовалась еще моя мама. Это консервация. Ну и соление, конечно, маринование, сушка. Сейчас модно делаем пастилу всевозможную. Еще помидоры только у меня пошли, только пошли, поэтому я еще их не приготовила, не принесла сегодня показать. Вот это такая небольшая часть вашей коллекции заготовок с этого сезона уже, да? Это небольшая часть этого сезона. Ну, давайте вот посмотрим, это у нас огурчики. Это что? Это перцы, маринованные перцы, вот, пожалуйста, какие красивые. Тут не только красные, красные, зеленые, желтые перчики, это маринованные перчики. И вот это кабачковая икра. В этом году очень много у нас кабачков, поэтому мы не знали, куда их применить. Вот мы сделали кабачковую икру. И еще у меня в голове такая заготовка, это корейские. Кабачки по-корейски. Это что такое будет? Как морковь по-корейски, она шинкуется, очень острая, такая будет закуска, очень острая. Как морковь по-корейски, только не морковь, а кабачки. То есть наши женщины, на самом деле, наши женщины просто героини какие-то, особенно летом, в августе, вот, когда вот эти все консервации начинаются. Я так попробовала в отпуске немного позаниматься этим, но поняла, что для этого надо особое искусство и на самом деле особое познание. Вот почему именно сегодня я решила поговорить на эту тему. Но хотелось бы вернуться к вашему урожаю. Что в этом году вот особо порадовало на вашей даче? Что выросло вообще? На моей даче выросло много чего, особенно меня порадовала моя зелень, салаты, петрушка, всевозможные салаты. В петрушке у меня много сортов. И кудрявая, и простая петрушка, это меня порадовало. Очень много кабачков, хорошая капуста разных сортов. Ну, яблоки не могу сказать, что порадовали, в этом году они не очень крупные, но они есть. Поэтому еще впереди консервация яблок, сока, варенья всевозможных. Поэтому, ну, помидоры, хорошие в этом году помидоры. Баклажаны. Хочу сказать, я в этом году не часто выращивала, но в этом году я вырастила баклажаны, и они меня порадовали очень даже. На самом деле я знаю, что это очень сложно выращивать баклажаны у нас в Беларуси. Но вы, вот вообще каждая хозяйка, она обязательно подсчитывает, сколько баночек она уже законсервировала. Вы ведете такой подсчет? Вы знаете, банками я не подсчитываю. У меня погреб, в котором есть теллажи. И я сужу от того, достаточно мне моей консервации или нет, по заполняемости моих полок. Сейчас у меня еще только заполнено 50%. А, то есть еще все впереди. Еще у меня все впереди. Екатерина, вы как относитесь вообще к заготовкам, особенно вот консервированию? Вообще, что сами предпочитаете? Как заготавливаете на зиму все эти вкусные овощи и фрукты? Ну, если честно, я сама не консервирую, но предпочитаю больше заморозку овощей. Ну, как-то мне кажется, что мне так проще и больше нравится. Ну, вы же городской житель еще часто. Да, это важный фактор, конечно. Да, хранить негде. Вот повезло, Татьяна Михайловна, у нее есть и дача, и дужи, и умеет, да. И прямо научена, обучена этому. Кстати, Татьяна Михайловна, а вот скажите, вот самый любимый рецепт вот таких заготовок в вашей семье? Вот что уходит зимой просто на урай в первую очередь? Ну, вы знаете, что на ура у меня уходит, это лечо, аджика, огурцы. Ну, огурцы, ну, мы называем их соленье, огурцы соленые. Вот это у меня уходит на ура. Хотя моя семья, заготовки все, которые, ну, я делаю, все. А поделитесь рецептом, может быть, аджички какой-нибудь, потому что, да, вот сейчас смотрят телезрительницы, смотрят на свой урожай и уже наверняка прикидывают, что же из этого сделать. Может быть, расскажите? Вот вы знаете, что аджика мне нравится чем, что я туда еще добавляю, кроме помидоров, перца немного, и я добавляю яблоки, сладкий перец, и горький тоже, красный перец, горький чили, обязательно, да, чтобы она была острая, шашлыку, чтобы мы смогли ее съесть. И обязательно я добавляю яблоко. Во-первых, консистенция от них, вкус кисло-сладкий добавляется, поэтому аджика у меня, это в обязательном порядке всегда имеется в погребе. Всегда. Вот, Екатерина, согласитесь, вот каждая хозяйка считает, что вот ее рецепт засолки огурцов, помидоров, аджика, да, вот приготовление... Леча. Леча, самые вкусные, и, наверное, это действительно так. Ну, смешивает сегодня, вот обратите внимание на баночки, все и сразу, на мой взгляд, да, вот все, что выросло на огороде, надо обязательно, обязательно туда положить. А на самом деле, вот с точки зрения здоровья, медицины, вот что вы, как врач малевых, скажете, правильно ли это? Ну, как бы, консервация, на самом деле, с методом все-таки не совсем полностью полезна для здоровья, потому что... Что вы имеете в виду? Ну, в первую очередь, сами, самое, то, с чего консервировать, то есть это соль, да, главный у нас... То есть консерванты, которые мы используем. Да, 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 то, с чего, то, что способствует консервации. Уксус очень часто же, да, вот используем тоже. Ну, уксус, да. Лимон и кислоты, да. И вот если, как бы, уже говорить о пользе, да, именно, то это, конечно же, ну, снижает пользу этих... Именно законсервированных овощей. Ну, да, то есть если вот огурцы, да, то есть, естественно, что если они больше содержат жидкости, да, то они сейчас будут больше содержать соли. Ну, к сожалению, это... Ну, а для чего тогда используют хозяйки зелень, если вот, как нам утверждает сейчас врач, это, скажем так, в принципе, не совсем полезно, но мы это веками используем, да, и консервируем, и засаливаем. Для чего, вот, например, используют зелень, я не знаю, там, листочки часто добавляют, смородины, вишни, для красоты? Ну, не только для красоты, это для вкусовых качеств, это трава какая-то, которую мы добавляем, эстрагон, там, петрушка, мы добавляем листья салата какого-то, мы добавляем сюда листья смороды, вишни, мы добавляем это для того, чтобы наши огурцы были с таким ароматом, какие-то пикантные. А что вы добавляете, чтобы они хрустели? А чтобы хрустели, мы добавлять можем листья смороды и листья вишни, и очень хорошо они будут хрустеть, если мы будем добавлять листья или стебли хрена. Но надо не забывать, что если мы добавляем листья хрена или стебли хрена, то он нейтрализует чеснок, поэтому если мы добавляем хрен, то обязательно удвоить количество чеснока. Вот это интересно такое, я бы сказала, это секрет. Мне кажется, мы даже удивили только что Екатерину, для нее это было тоже открытием, я думаю, как и для меня, и для многих наших зрителей. Вы знаете, я думаю, что Екатерина, чеснок, он в любом виде, в маринованном или в засолке, он всегда полезен, там сохраняются напитательные ценности. Да, хороший антиоксидант, большой спектр, там содержится микроэлементов, потом как бы, ну вообще чеснок, как приправа, да, это очень вкусно, и поэтому я считаю, что... То есть, мы вас уговорили, маринованный чеснок, это тоже хорошо. Хорошо, ну хорошо, давайте поговорим о том, как же все-таки, на ваш взгляд, вот что говорят врачи-валеологи, заготавливать дары на зиму лучше, чтобы все-таки сохранить побольше витаминов, консервировать, квасить, замораживать, сушить. Вот вам слово, как врачу. Ну, я не могу сказать, что консервировать нельзя, да, или там квасить нельзя, или мариновать, да. Да, это выбор хозяек, это выбор предпочтений, что вот что нравится, кушать, да, но с точки зрения пользы, все-таки, если, допустим, консервирование, там, да, это в первую очередь соление, да, мы чаще всего добавляем соль. Соль, ну, если, допустим, гипертоники, да, сами понимаете, что лишняя соль в организме, наоборот, будет приносить вред, да. А также почки, да, то есть множество органов, если у них есть какие-то проблемы, да, то есть уже выявлены заболевания, то, к сожалению, вот все эти консерванты... Это консервированные огурчики, да? Ну, скажем так, не сами огурчики, а именно консерванты, которые мы использовали, они в большом количестве, да, то есть влага в огурцах убрана, да, вместо влаги она заместилась с солью, да, фактически мы едим, ну, выше нашей положенной нормы, да, ежедневной. И поэтому лучше бы, конечно, ну, я не буду говорить, что это нельзя есть, потому что это есть можно, но просто следить за тем, что мы едим, в каких количествах. И особенно, наверное, людям, у которых давление, да, вот высокое, то есть вот эти соленые продукты надо есть потом в результате очень аккуратно. Но ведь, с другой стороны, не добавишь ты соли, не добавишь ты какого-то консерванта, не сохранится это все на зиму. А вот какой секрет, на самом деле, консервации, допустим, без уксуса? Он наверняка есть у каждой хозяйки. Да, это, конечно, засолка огурцовая, допустим, помидоры, огурцы, сливы, можно засаливать. Сливы? Сливы тоже очень вкусно, когда мы их солим. Мы не добавляем уксуса, мы не добавляем лимонокислоты, мы просто добавляем одну соль. Вот обычно берется 10 грамм на литр воды, на литр 10 грамм. И заливаем наши огурцы, даем в тепле постоять двое суток, чтобы они забродили. Вырабатывается молочная кислота. Молочная кислота, она полезна для организма. Поэтому я не думаю, что там добавлена соль, но они будут приносить вред. И вы знаете, что я не представляю себе, если мы молодую отварим картошку и не порежем такой огурчик, я даже не представляю себе, что это можно есть. А как-то салат с горошком, да как без такого огурчика, тоже не представляем. Да, очень правильно вспомнили. Да, но в любом случае, смотрите, вот мы говорим сейчас о таком методе заготовок, как соление, засолка, правильно я говорю? Но, с другой стороны, это то, чем пользовались наши, наверное, еще прабабушки или бабушки. Потому что потом уже стала появляться закаточная машинка, стал появляться, скажем, туда добавлялся уксус. А вот насколько сегодня популярно у современных хозяек такой вот старинный, древний рецепт заготовок, как именно соление, вот на ваш взгляд? Мне кажется, в городской квартире засолить что-то, это слишком сложно. Ну, в городской квартире, да, потому что там температура воздуха в квартире высокая, и они не будут храниться долго. Это погребочек нужен какой-то, дачка. Погреб надо, подвал, да, обязательно. А так они хранятся не очень будут, поэтому применяют все-таки метод консервирования с добавлением уксуса или лимонной кислоты. А появилось ли что-нибудь сегодня вот в кулинарии такое суперсовременное, что можно сохранить на зиму без консервированной, без вот этой вот машинки закаточной? Что это? Без закаточной машинки? Ну, конечно, это сушка. Так. Это замораживание. Что вот вы сушите? Ну, я сушу много чего, если честно сказать, особенно зелень. Я люблю зелень. Это петрушка, это укроп, это морковь, которая натирается на терку. Подождите, вы натираете на терочку морковь? Да, я натираю. Такую приправу можно сделать. Она очень полезная, красивая, она в баночке очень красиво смотрится. Я забыла сегодня вам принести показать. Так, расскажите, мы сделаем сами. Вы натираете свежую морковь. Свежую морковь натираем на терку крупную. Так, так, так. Натирается, можно лук мелко-мелко порезать, это все разложить в духовом шкафу. На бумагу, наверное. На бумагу, пергамент обязательно. И на медленном нагреве, то есть 50-60 градусов, вот в течение, это быстро, оно же мелко нарезано, оно очень быстро сохнет. В течение, может, часа-два, оно все подсыхает. А отдельно, потому что это очень быстро сушится зелень укропа и петрушки, я ее мелко, при тем, как, конечно, сушить, надо ее помыть, обсушить и только потом уклась на, положить на вот этот пергаментный лист и уже на медленном-медленном нагреве нашей газовой плиты, духовочке ее сушить. Потом это все вместе смешивается без добавления соли. Вы знаете, что она такая красивая, она зелененькая, в духовочке она быстро-быстро доходит до готовности. И сохраняется вот эта вся цветовая гамма. Спасибо. Морковь с морковью. А, Катерина, а что скажете, кроме того, что сохранять цветовая гамма, вот при таком способе заготовок, сохраняется ли там еще что-нибудь, на ваш взгляд? Ну да, сохраняется. Сохраняется большинство всего, что есть в этой зелени. То есть вот этот метод засушки, да? Очень хороший, оптимальный. И что касается использования в дальнейшем, это, по-моему, как бы, если морозиловка, да? Нет, это, я так понимаю, можно хранить просто в баночке. В баночке, в баночке. Да, то есть места много не занимает, в городских квартирах как раз место есть. Слушайте, это альтернатива для нас, городских жителей, все-таки прекрасная. И петрушки можно тоже натереть на все ручку. С огурчиками так нельзя. Можно, но опять же, просто что, учитывать все особенности организма. Ну, а еще один вопрос, это стерилизация банки. Она всегда необходима вот при такой подготовке, вот, когда мы говорим о консервации? Да. Или все-таки есть другие еще способы какие-то? Я считаю, что это вот способ, который во все времена и останется всегда. Основным. Да, это, конечно, стерилизация банок, это обязательно. Крышки, банки. Есть много способов стерилизации. Ну, расскажите, какой-нибудь простой, но в то же время очень действенный. Очень действенный. Ну, я, например, использую, если баночки маленькие, пол-литровые, 0,7-литровые баночки, то их можно стерилизовать и в микроволновой печи. Это очень удобно. Три-четыре минуты ставится донышком вниз. Пустые банки. Я не наливаю, хотя многие говорят, наливают воду, я не наливаю. Я их поставила 4-5 баночек, не соприкасаясь друг с другом. Они у меня 3-4 минуты в микроволновой печи стерилизуются. Это мне очень удобно. Если, конечно, большая банка трехлитровая, она не всегда же поместится в микроволновую печь, поэтому можно, очень я люблю, это духовой шкаф свой. И все. Да, там тоже 4-5 банок можно поместить. Ну, сколько помещается. И если большая банка, ну, 10, 15, 20 минут она стерилизуется. Спасибо. Обеззараживает банки. А крышечки надо обязательно тоже в кипящей водичке до 7 минут. Ну, вот это Михаиловна, как и любую дачницу, просто не остановить. На самом деле, когда речь идет, да, вот о дачном урожае и действительно о летних заготовках, это, наверное, одна из самых благодатных тем для нас, современных хозяек. Дорогие друзья, напоминаю, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о дачном урожае и о летних заготовках. На самом деле, сегодня очень много полезных советов мы пытаемся дать. Я открываю для себя очень много нового. Но вот есть вопрос от телезрителей, который они прислали накануне программы. Часто огуречный рассол, это, наверное, для вас скорее будет вопрос, используется в народной медицине. Вы используете огуречный рассол? Да, обязательно. Где? Огуречный рассол, если раны какие-то, то он очень хорошо заживляет огуречный рассол. То есть проверено даже, да? Да, проверено. А что вот говорит об этом официальная медицина, вот спрашивает телезрительница Анна? Огуречный рассол. Ну, я, наверное, вернусь к тому, что я говорила, да, по поводу соли и состояния желудочно-кишечного тракта, да, то есть и артериального давления, то есть эти вот факторы. Если, и к тому же, вот вопрос такой не совсем понятный в плане того, что его что, пить, как бы... Вот видите, вот кто-то пьет, а кто-то мажет за лазом, да, то есть... Скушали, ну, скушали, да? Да, ну, уже разрешили нам их сегодня бы скушать, да. Да, зачем еще, как бы, еще больше соли и так достаточно. А что насчет вот заживления ран? Чуть ли не чудодейственный способ нам только что рассказали в эфире. Да, народная медицина, вот, скорее, Татьяна Михайловна больше знает, чем я, и поэтому не могу сказать... Ну, вы как врач не рекомендуете, да, смазывать какие-то раны? Я, наверное, все-таки, да, аптечными методами. Спасибо большое за этот ответ. Что значит, врач? Есть еще от Ирины вопрос, тоже накануне программы пришел. Почему огурцы бывают горькими и можно ли есть такие огурцы? Почему они бывают горькими? Ну, я думаю, что это связано с накоплением там жидкости, да, и, то есть, возможно, это будет связано с... То есть, если огурцы плохо, допустим, ну, поливали там жидкость, да, они вполне возможно... Меньше влаги было во время роста? Да, меньше влаги, и из-за этого они могут иметь такой вот специфический вкус. А есть, может, такие огурцы, не опасные они? Ну, нужно учитывать, что вот... Что во все наши плоды, да, вот овощи, фрукты, они имеют свойство накапливать нитраты, да? Так. Вот, и как бы, что, конечно же, если есть такая возможность, то все овощи и фрукты лучше проверять на содержание нитратов. Ну, сейчас поговорим о нитратах, а сначала хотелось бы еще один вопрос от телезрителей. Анна тоже спрашивает про огурцы. Вот самый, наверное, популярный такой продукт летом. Как употреблять огурцы беременным? Очень люблю соленые огурцы, но не вредно ли это? Ну, про соль мы уже говорили. Да, я не рекомендую беременным употреблять. Тем более мы знаем, что, да, в таком интересном положении женщины обычно, да, немножко оттекают, и, наверное, все-таки... Ну, я не врач. Ну, я говорю, что не рекомендую, и к тому же, что я думаю, что ее... Рацион беременной женщины должен быть больше богат всеми свежими... То есть свежие огурцы можно, в принципе? Свежие фрукты, овощи. Я за такое, чтобы она в первую очередь кушала. Ну, а я все равно за огурцы, все-таки это один из самых популярных летних овощей. Екатерина, ну, расскажите, в чем же польза? Я про свежие сейчас вот говорю овощи. Микроэлементы, макроэлементы в огурцах содержатся. Для сосудов они неплохо помогают снизить холестерин. Ну, и вообще такая, знаете, как бы за счет клетчатки такое, скажем так, очищение организма, да, то есть вот летний период настал, можно их покушать. И вот я не про диеты конкретно, я вот про общее ощущение, что такого очищения желудочно-кишечного тракта и вот такая, скажем так, легкость, да, вот, бывает необходимо, там, перекушал, да, то есть можно что-то полегче. Вот огурчики, как перекус. Вот огурчики и капусточка, честно скажу, это вот одни из моих любимых овощей. Как-то помидорчики, это тоже хорошо. Да, но вот как-то вот огурцы, мне казалось, это очень легкий продукт, и мы вот еще раз, в принципе, подтвердили, хотя моя мама всегда утверждала, что бесполезный продукт. Ну, вот сколько, да, сколько людей, столько и мнений. Но я бы хотела поговорить о другом. Современные огурцы, выращенные не на собственной даче, нас часто предостерегают, что в них очень большое количество нитратов. Вот в двух словах, чем опасны вообще, в принципе, нитраты для здоровья, и есть ли способ какой-то избавиться от нитратов во время вот термообработки, например? На самом деле, ну, нитраты – это соли и азотистой кислоты, да, то есть в почве они содержатся, и, соответственно, что, то есть особенно те, которые хорошо удобряют минеральными удобрениями, да, то есть исключить их из состава любого плода, фрукта, их невозможно, они в любом случае там будут, да, и поэтому как бы единственный верный способ – это проверять фрукты и овощи, да, на содержание. А как это делать? Как проверять на нитраты? Ну, можно вот, значит, в Центр геноэпидемиологии, да, то есть можно сдать овощи, фрукты и как бы… Проверить, безопасно ли этот урожай. Да, узнать, то есть в каком концентрации они там находятся, вредно это, то есть превышает, не превышает. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наш телезритель, на самом деле, все лето присылает нам свои рецепты летних заготовок. Это одна из любимых тем у наших зрителей. Вот гомельчанка Ирина в этом году решила сделать рекорд по кабачкам и уже поставила в погреб 18 банок этого хрустящего, как она называет, лакомства и предлагает для наших зрителей рецепт. Я вот думаю, всем будет интересно. Татьяна Михайловна уже заинтересовалась и думает, наверное, послушаю-ка, я вдруг тоже сделаю. Итак, на 2,5 килограмма кабачков, 1 зонтик укропа, 1 лист хрена, пару штук листьев смородины записывайте, лавровый лист, зубчик чеснока, душистый перец, пару горошин и маринад на 2 литра воды, 100 граммов уксуса столового, 125 граммов сахара и 100 граммов соли. Наши телезрительницы советуют подержать банки с рассолом и кабачками на водяной бане, минут 15 закатать и употреблять зимой. Говорит, что это блюдо можно как самостоятельное, как добавку к салатам и даже, что мне очень привлекло внимание, заменить этими консервированными кабачками огурцы в таком блюде, как рассольник. Вот, один из таких вот экспериментов сделала наш телезрительница. Напомню, она закатала, Ирина закатала 18 банок такого лакомства. Перещеголяла вас в этом году. Ну вот скажите. Вы знаете, когда у меня есть огурцы, я кабачки все-таки лучше кабачковую икру превращаю. Хотя тоже когда-то делала кабачки, консервировала. А сейчас, дорогие друзья, узнаем, какой же урожай собирают в этом году наши дачники. Прямо сейчас об этом расскажет руководитель садового творчества «Сияние» Сергей Кривенков. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Очень рада слышать вас. Скажите, пожалуйста, как вообще урожай в этом году в наших дачников, учитывая такую погоду, такое жаркое лето? Вот расскажите, что уродилось у вас, у ваших соседей. Вы знаете, урожай в этом году уродился отличный, даже несмотря на жаркое лето. У нас отлично томаты плодоносят хорошо, много огурцов в этом году, перцы еще спеют. На рост хороший озимый лук, чеснок убрали уже. Вот скоро подпевает кукуруза, ранний картофель уже свой попробовали. В общем, и ягод вдоволь наелись, дети и голубики покушали, и клубники, яблоки спеют, груши. Ну, в общем, в принципе, у наших садоводов-природников все растет хорошо в любую погоду. То есть лето, лето кстати, что называется, да? Ну, вот смотрите, кроме того, что вы всего уже наелись и напробовались этим летом, а вот как лучше все-таки сохранить урожай? Вот ваши советы, как вы это делаете? Знаете, ну, что-то нового, наверное, не скажу я по сохранности урожая, а вот по способам переработки, вот лично из своего опыта, я бы обратил внимание остальных именно вот на сушку. Вот, или вместо, или в дополнение к заморозкам, к традиционному консервированию. Мы в этом году, например, кстати, вот про вишню забыл сказать, большой урожай был, насушили вишни, очень любим мы сушеную вкусную вишню, сделали на сушке уже пастилу. Алычи было много, и туда добавляли грецкие орехи, достаточно ароматно, вкусно получается. Яблоки, груши сушим. Ну вот, скоро будет много томатов, сделаем еще и томатной пасты пастилу. Ну и, к слову сказать, мы вот в садовом центре у себя почти каждый день показываем, как на нашей сушилке что-то готовится, поэтому вот на сушку обратить внимание хочу. Слушайте, ну замечательно, вы меня прямо удивили такими рецептами пастила из томатов, из алычи с грецким орехом. Мне кажется, все эти рецепты можно, в принципе, узнать еще и на ваших, вот этих, скажем так, собраниях вашего клуба «Сияние». Кстати, когда ближайшая встреча у вас? Да, спасибо. Традиционно мы проводим занятия ежегодно. Обычно в октябре-ноябре первое занятие уже начинаем, когда дачный сезон уже завершается. Я, если можно, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих на нашу школу садоводов, садового центра «Сияние». Приходите, мы всегда рады, будем учить тому, что умеем сами. Спасибо большое, Сергей. Последний вопрос. Какие вот заботы сейчас на дачном огороде? Казалось бы, все уже поспело, сейчас убрал и все, и на боковую, что называется. Так нет, наверное. Я знаю, что сейчас можно что-то еще и садить, и как-то надо специально подкармливать. Несколько ваших рекомендаций дачникам? Ну, во-первых, да. Во-первых, расслабляться не стоит. Все-таки полив важен, и важно поливать сейчас не только грядки, но и ягодные кустарники, плодовые деревни. Мы, например, пользуемся капельным поливом на грядках хорошо, а вот чтобы деревьям и кустарникам было лучше, мы их скошенной травой эмульчируем, прикрываем или сеном, так и влага лучше сохраняется, и деревья лучше плодоносят. По поводу того, что еще делать, да, сейчас еще важно сохранить растения, урожай, защитить растения от болезней. Ну, здесь, в принципе, нам традиционно тоже наш биококтейль поможет, и аптечка садовода. Мы еженедельно подкармливаем еще бионастоем сиянием, то есть, ну, такие традиционные наши подкормки. По поводу того, что посеять, успевает еще при таком вот августе, сентябре, и все, к вам успевает еще и огурцы скороспелые созреть, укроп, зелень, салат, редис, пекинскую капусту можно посеять. По второму кругу, да. Прямо по второму кругу можно начинать дачный сезон еще. Безусловно. Спасибо. Сергей, спасибо вам большое за эти советы. Очень надеюсь, что в ближайшее время вы придете к нам в студию, вот как раз-таки вот где-нибудь в сентябре, и расскажете свой секретный рецепт, ну, например, томатной пастилы, которая заинтересовала, я уверена, наших зрителей. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Сергей Кривенков, руководитель садового творчества Сияни, только что рассказал нам о том, какой же урожай у наших дачников в этом году. Я смотрю, Татьяна Михайловна, вы для себя взяли много полезной информации, внимательно слушали, прям так вот практически записывали, да. На самом деле у меня вот томатную пастилу никогда не делали? Нет, я не делала, но слышала. То есть вот впереди как раз-таки вот урожай томатов, вы говорили, у вас, по крайней мере, да, есть чем заняться. Ну что ж, дорогие друзья, на телеканале Беларусь-4 мы сегодня говорим о дачном урожае, о летних заготовках, и далее расскажем, как правильно заготавливать яблоки и какие полезные блюда можно готовить из этих вкусных фруктов. Завтра, 19 августа, будем отмечать яблочный спас. Очень люблю этот праздник. Есть какие-то традиции, вот Тенхам, в вашей семье, есть какие-то традиции этого праздника? Ну, конечно, как, наверное, у всех традиции у меня есть. Во-первых, мы всегда берем яблоки, рано утром встаем, берем свои яблоки, свои, корзинку, мед, и идем, конечно, освящать в церковь. Я хожу в церковь, внука, мы освящаем это все. А затем приходим домой, яблоки поливаем медом, который мы освятили. Если по дороге кто-то хочет, просит у нас яблок, мы всегда угощаем. И свои все родственники, дети, внуки садятся, обязательно мы эти яблоки с медом едим. Поэтому есть такое поверье, если кусаешь это яблоко, то надо задумать желание. Именно в спасе. Исполняется. Поэтому мы задумываем желание, но пока исполнялись. Какие замечательные, добрые у нас традиции, вот согласитесь. Я так понимаю, эти яблоки и этот мед в баночке, это тоже все ваш урожай? Все с нашего подворья. Не перестаю, не перестаю удивляться нашими женщинами, дорогие друзья. Вам помогает кто-нибудь на даче? Это медом занимается мой муж, поэтому я уже к нему присоединилась с медом. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, завтра яблочный спас. И вот сегодня я хотела затронуть эту, конечно же, тему. И существует, на самом деле, очень много поверьей, что яблоки имеют целительную силу. Вот на ваш взгляд, это скорее все-таки народный фольклор? Или есть реальные основания считать эти плоды уникальным продуктом? Да, я думаю, что яблоки очень полезные. Значит, в первую очередь, они полезны тем, что небольшое количество содержится железо, да, плюс пектин яблочный. И как бы, то есть, одно-два яблока в день, это очень полезно. Там же не только железо, да, содержится и пектин. Там, как обычно, то есть, весь, как у хорошего фрукта, да, или овоща, то есть, есть микроэлементы, макроэлементы, витамины группы, да, В. И поэтому кушать яблочки всегда полезно в любой сезон. Поэтому я только за то, чтобы их кушать. Обычно говорят, что до яблочного спаса, ну так, в нашем народе так говорят, до яблочного спаса яблоки не ничто. Они должны налиться, набраться вот этой вот всей пользы, да. И вот вы сказали про норму потребления яблок, одно-два в день. Да, дело в том, что даже есть, вот у меня даже записано, есть такая интересная такая пословица про яблоки. У Славяна ее версия звучит так. Одно яблоко в день и доктор за дверь. А вот на самом деле, вот какова норма употребления яблок в день, чтобы действительно получить вот эти необходимые микроэлементы и все полезные? Ну, в яблоках нельзя измерять именно вот так вот, чтобы конкретно сколько яблок в день. Я просто имею в виду то, что вот как бы, ну, скажем так, нормальное количество яблок, которые можно съесть за один день. То есть как перекус, да, сделать. Что касается состава, да, то органические кислоты там тоже содержатся. И людям, у кого гастрита, да, повышенная кислотность, то лучше аккуратно, даже, видите, такой полезный фрукт. Особенно есть же такие кислые сорта яблок, вот антоновка, которая позже пойдет. Да, многие любят ее, но вот видите, дорогие друзья, надо быть действительно, казалось бы, таким безобидным, известным нам всем с детства, во все времена, известным таким фруктом, как яблоко, надо быть очень аккуратно. Но я не могу не спросить, и меня сейчас поймут многие женщины, а как же насчет молодильного эффекта яблок? Ведь в наших сказках так написано, молодильные яблочки, это выдумка, это, скажем так, предания какие-то? Или все-таки есть в этом, вот вы как врач скажете? Я думаю, что, скорее всего, доля правды в этом есть. Потому что любой фрукт, овощ, если он, особенно данный фрукт, он же у нас в течение каждого сезона мы можем есть, то такой вот эффект, скажем так, витаминный, обогатительный он оказывает. И вполне себе правильно говорят. Но еще говорят, что с помощью яблок можно похудеть, даже существует специальный диет. Но здесь я вижу вашу реакцию. Скорее, скорее нет. Однозначную, да? Да, это не стоит. Опять же, да, повышенная кислота, кислот много, состав яблок разнообразный, но и питание наше должно быть разнообразным. А тут такие моно-тайкие вот эти предпочтения в конце. Да, это не стоит. Перекусы, да, но так нет, не стоит. Ну, наверняка у диетологов есть какой-то идеальный рецепт яблочного блюда. Может быть, вы поделитесь нашими зрителями, Екатерина? Ну, я, наверное, думаю, что яблоко мы потребляем в каком-то виде шарлотки, да? Ну, вот пирог, да, наш. То есть если по калорийности, я думаю, что он такой один из самых, скажем так, менее калорийных, да? И запечь тоже. Вот духовка, да, много чего можно с духовкой делать, в том числе запекать яблоки. То есть один из полезных, получается, одно из полезных блюд – это запеченное яблоко, по крайней мере, мне так все время говорили родители. Это и очень вкусно, такой вкусный, интересный десерт. Спасибо. Можно же его оформить еще. Спасибо большое. Ну, как говорится, дорогие друзья, месяц август яблоками пахнет. Вот как же сохранить эти яблоки подольше? Вот прямо сейчас мы будем раскрывать яблочные секреты, развеем яблочные мифы. Дело в том, что у нас на связи руководитель фермерского хозяйства Владимир Мещерский. Владимир Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада слышать вас сейчас в нашей программе. Расскажите, как вообще уродились белорусские яблоки у нас на Гомельщине в этом году, учитывая такую погоду, ну, все-таки жаркое очень лето? Ну, лето-то жаркое. Да вот обидно, что весна холодная была, и длительное цветение яблок не дало тот результат, чтобы завязалось достаточное количество плодов. Не летала пчела, были холодные сквозняки, поэтому урожай не очень в этом году, но есть. Но есть. Слушай, ну, я тоже вот обратила внимание, что прям яблок как будто бы много мелких, но они вот падают и падают. Вот этому есть причина? Ну, конечно, причина. Причина в том, что зима была бесснежная, почва не накопила достаточно влаги. Это первое. Второе, значит, если яблок много на дереве, то нужно делать необходимо умолаживающую обрезку. Тогда яблок будет меньше, но они будут крупнее. Потом холодная весна в этом году тоже. Пчела летала, но опыляла недостаточно, поэтому завязались тоже небольшие плоды. И в связи с этим их много, но влаги нет, и поэтому получается, что они опадают. Ну что ж, такой урожай надо беречь пуще прежнего. Что посоветуете, как правильно вот собирать яблоки и хранить? Вот ваши секреты. Ну, это не секрет. Это, как говорится, народная мудрость. Яблоко для хранения срывается с технологической спелости. Если вы, так сказать, обратили внимание, есть два вида спелости. Физиологическая спелость – это когда вкусное яблоко срываешь с дерева и кушаешь. И техническая спелость – когда его срываешь, но оно еще вроде бы невкусное, но уже готово к хранению. То есть те яблоки, которые собраны будут в технической спелости, они будут дольше храниться. Которые будут в физиологической, они практически не хранятся. Люди как? Ждут, когда оно станет сладкое, пробуют, пробуют, пробуют. Потом положили в погреб и получили отрицательный результат. А как определить техническую спелость, если вам интересно? Просто берете яблоко и поднимаете его вверх. Если от плодоножки оно и от плодового звена отстегивается без проблем, и плодоножка не ломается, значит это уже техническая спелость. Эти яблоки можно собирать, или плоды, или груши, без разницы, и ложить на хранение. Ну, замечательно, спасибо. Теперь мы знаем, как сохранить наш урожай. Не могу не спросить, еще несколько советов нашим дачникам, а как подготовить яблони к зиме? Потому что вроде как август еще, но сейчас так быстро полетит время, да, и мы просто можем не успеть. Подскажите, пожалуйста. Очень важно для того, чтобы яблоня, как бы так сказать, распрощалась со своими болезнями и вредителями. Ее нужно обработать сразу же после сбора урожая. Это октябрь-ноябрь месяц, но пока еще не начало опадать листва. Восьми или десяти процентным раствором карбамида или любого азотного удобрения с большим содержанием азота. И тогда яблоня покрывается полностью, получается три в одном. Первое, мы убиваем, сжигаем лист азотом. Лист, сжигая азотом, падает под дерево. Ни в коем случае, вот есть много советов, чтобы листья все сжигали. У меня совет обратный. Листья только под дерево, потому что они обогащены азотом, в них убиты болезни. В листве сохраняется весь азот. И потом, обратите внимание, червяк, который живет под этой листвой, он в течение зимы затаскивает эти листья на глубину зимования. А это метр-метр-двадцать. И вот этот куб метр-метр-двадцать полностью обогащается кислородом и идет аэрация. Просто проведите эксперимент, и тогда вы узнаете, что дерево получило достаточно питания, убиты все болезни и вредители, и оно будет хорошо зимовать. Но зимой еще нужно сделать обрезку. Спасибо большое. На самом деле, это очень ценные советы, ведь всегда нам кажется, что вырастить яблоко – это очень просто, оно растет само по себе. А вот нет, дорогие друзья. Владимир Александрович, спасибо вам большое за эти советы. Владимир Мещерский, руководитель фирменского хозяйства, только что был вот у нас на связи. Ну, я бы хотела затронуть еще тему – это как все-таки правильно заготавливать яблоки. Вот что вы посоветуете, да, и вот Теяна Николаевна, Екатерина, все-таки замачивать, консервировать, я не знаю, там, запекать, сушить, варить. Что с ними делать лучше всего? Ну, мне кажется, яблоки в любом виде, в любом виде они очень вкусны. Солить. Когда-то вот это Антоновка была, яблони Антоновка, яблоки, а обязательно мы солили, солили. Это в бочонок, перестилали соломой ржаной, добавляли туда соль, сахар. Вот туда не надо добавлять уксус, только соль в большом количестве, сахар. И они таким образом бродили в теплом месте. Затем мы совсем недавно это еще делали, вот в бочку, а не в погребе. Это такое, это считалось моченое яблоки, это деликатес. Это просто деликатес. Но я считаю, что с яблок, а варенья какие вкусные, их можно сварить и дольками, и натирать на терку, пятиминутка называется, для приготовления фарша, блинчики. И вот блинчики с яблоками зимой. Не у каждого в погребе можно достать яблоко. Если есть погреб, то да, они хранятся. Вот зимние яблоки хранятся в погребе отдельно на стеллажах, где можно взять, натереть на терку. Но не у всех есть, поэтому пятиминутка на терочку натираем, добавляем сахар, провариваем 5 минут, в баночки закрываем, консервируем. В стерилизованной баночке законсервировали, и зимой, пожалуйста, блинчики с яблоками. Ну, всевозможно, очень много блюд, которые можно приготовить вот с яблоками. Ну, вот еще какой-нибудь рецепт интересного яблочного блюда посоветуйте нашим зрителям. Ведь есть же такие варианты, где идет сочетание яблока, например, с уткой, да, известные рецепты. Да, вы знаете, очень много. Яблоко сочетается вот со всеми продуктами, со всеми. Как с другими фруктами, так и овощами, мясом, любым мясом. Ну, вот пресловутая утка, фаршированная яблоками, это блюдо исконно, мы знаем, мы всегда это делаем. Утка сама по себе долго же тушится, а яблоко кислое, оно размягчает. Выдается как будто типа уксусом, да? Да, размягчает, типа уксусом размягчает ткань, она быстрее доходит до готовности, аромат, очень вкусно. Ну, очень много вот мне нравится, вот мы часто готовим, особенно у кого маленькие дети, называется мусс яблочный. Очень вкусно, вместо мороженого, дети любят мороженое, мы готовим мусс. Как? Вы расскажите рецепт. Как и готовится мусс, это яблочки, удаляется семенной гнездо, нарезается на дольки, водичка заливается водой, и яблочко проваривается. После того, как яблоко размягчилось, мы его протираем через сито или взбиваем блендером, его вместе с отваром, и вот в этот отвар вместе с пюре мы добавляем сахар и тонкой струйкой вводим просеянную манку. Проваривается это. А затем это все взбивается венчиком, миксером, это все взбивается до пышнообразной такой массы и охлаждается. Оно такой уже вкус, прям как мороженое, дети это очень любят. Я очень часто готовила, когда дети у меня были. Ну, для меня это блюдо, на самом деле, открытие. Екатерина, вас удивили вот эти рецепты? И что вы можете добавить или, может быть, опровергнуть, сказать, ни в коем случае так нельзя употреблять яблоки? Я не могу опровергнуть. То, что говорит Наталья Михайловна, я думаю, что особенно мусс, вот точно, что ни разу не слышала. Но вас заинтересовало. Ну да, да. А вообще по поводу себя я предпочитаю все-таки больше свежие яблоки и вот, ну, в каком виде они есть. Ну, поскольку все-таки готовлю немного. Ну, для хозяек, вот домохозяйки, вообще для хозяек можно приготовить оладьи с яблоками. Это очень вкусно. Оладьи, тесто для оладьи замешивается и добавляется нарезанное яблоко тонким ломтиком в тесто. И выпекаются оладьи. Очень вкусно оладьи с яблоками. Это можно делать на завтрак. Вот мы говорим, европейский завтрак. Вот, пожалуйста, вам оладьи с яблоком. Белорусский завтрак, дорогие друзья, поверьте. Это блинчики оладьи с яблоками, да. Ну, я напоминаю, что завтра у нас яблочный спас. И яблоки, это, да, наверное, один из самых важных, самых фруктов в августе. Так что, дорогие друзья, запасаемся яблоками. А сейчас у нас еще один телефонный звонок. Это Петр Иванович Ванюк, руководитель клуба «Виноград Гомельщины». Вот прямо сейчас узнаем, как уродился ли вообще у нас виноград в этом году. Петр Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Я сначала хочу пожелать доброго здоровья всем присутствующим в студии. Спасибо. И нашим телезрителям. Спасибо большое. Ответ на ваш вопрос не совсем прост. Так. Давайте вспомним весну этого года. Затяжная, очень холодная, со множеством возвратных заморозков. Естественно, это неблагоприятно отразилось на старте развития винограда. А у очень многих кусты подмерзли. Им пришлось ждать побегов из замещающих почек. В итоге неравномерность в росте. Далее, очень позднее свечение в этом году. Вместе с тем, теплая погода в июле немного скрасила нашу виноградную жизнь. Хотя отставание развития винограда на 10-12 дней сохраняется. То есть можно сказать о том, что виноград в этом году вырос, неплохой, но при этом чуть позже определенных сроков. Я правильно понимаю? Да, надежда на урожай сохраняется, надежда есть, урожай будет. Правда, несколько позже, чем в прошлых годах. Очень многое зависит от нас. Если говорить о слагаемых успехах, то необходимо системность и планирование, четкое соблюдение агротехники, соблюдение графиков подкормок и профилактических обработок. Тогда урожаю быть. Качество, допустим, своего урожая я измеряю вот такой схемой. Так, какой? Время, проведенное на винограднике, умножаю на количество подкормок, плюсую количество литров воды для полива и еще к этому добавляю коэффициент от удаленных пасынков и подвязанных улоз. Слушайте, это не легкая схема такая, хочу сказать. Это так же, как и не просто вырастить виноград на самом деле. В этом случае вкус урожая и качество урожая будет всегда отменным при любой погоде. Спасибо. Но по фотографиям, судя по вашим фотографиям, урожай у вас действительно в этом году хорошая винограда. Это радует. А что вы делаете лично вы с таким урожаем? Посоветуйте нашим зрителям, как лучше всего заготавливать виноград. Ну, напомню, главное вырастить урожай. А что делать с виноградом? Перечислю, так, по пунктам даже, да? Напиток из листов, из листьев винограда не уступает лучшим лазированным напиткам из магазина. А голубцы, завернутые в листы винограда, пробовали? Да, долма, конечно, да. Из ягод прежде всего заготавливаем сток, варенье, жем, сушка ягод, свой изюм, что может быть лучше? А, еще маринованный виноград. Прекрасная закушка. О, первый раз слышу. Кстати, о вине. Нужно отметить, что качественное виноградное вино можно сделать только из специальных технических сортов. Столовые сорта не совсем пригодны для виноделия. Вот. Ну и часть ягод уходит к родственникам, соседям, часть на продажу. Жаль, что они быстро заканчиваются. Как-то так. Ну, вот гомельчане уже привыкли, что в начале осени в городе проходит такая масштабная выставка винограда. Вот последние уже несколько лет. Планируется ли выставка в этом году, Петр Иванович? Действительно, в нашем клубе «Виноград Гомельщины» проведено уже три выставки винограда. И, несмотря на сложную сложившуюся ситуацию с COVID-19, все же принято решение о проведении выставки винограда и в этом году. Уже стало традицией проводить эту выставку в рамках Дня города. Это произойдет в сквере Громойка в третью субботу сентября. С удовольствием приглашаем гомельчан и гостей города на свою выставку. Будет что посмотреть, будет что продегустировать. Ждем вас. Спасибо, Петр Иванович. Ну, а мы ждем вас в этой студии в ближайшее время. Приходите, вот как снимете урожаи винограда, приходите похвастаться и дать полезные советы дачникам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Петр Иванович, Ванюк, дорогие друзья, это руководитель клуба «Виноград Гомельщины», только что был у нас на связи. Не могу не затронуть тему винограда. Вы выращиваете, Тяна Михайловна, виноград? Да, мы выращиваем тоже виноград. То есть, ну, вот какие-то сорта новые или вот этот известный Изабелла? Вы знаете, что сорта то Изабелла тоже растет, как всегда. Как у всех. Как у всех. Но, конечно, и новые сорта, но зеленый крупный сорт, я сейчас не могу сказать, у меня занимается виноградом, тоже муж. Но, конечно, такого красивого винограда, как сейчас был, на экране у нас нет. Пока еще. Пока еще. Но вот да, вот советы, мне кажется, и вам тоже пригодятся. Да, обязательно. А подскажите, вот я просто обратила внимание, что сегодня, да и я сама вот очень часто в блюдах использую виноград, там, в сочетании, казалось бы, раньше не сочетаемым продуктами. Это и с куриным мясом каким-то, да. Ну, то есть, самое разное сочетание. А на самом деле, вот в кулинарии, где чаще всего используется виноград и как правильно его использовать? Каких блюдов? Вы знаете, виноград, так как и яблоки, можно использовать везде, и для сладких каких-то блюд, для десертов, может быть. Она сочетается, виноград сочетается и с другими фруктами, сочетается с мясом. Вот белый виноград очень хорошо сочетается с белым мясом. Есть очень много салатов, когда входит курица и виноград. Даже есть мясное блюдо, куриное блюдо мясное, там обжаривается виноград черный и белый, заливается вином белым. Это все протушивается. Очень-очень вкусно и красиво. Красиво, просто мы не принято у нас с виноградом делать, но сейчас это стало модно. Стало модно, действительно, потому что надо все по-эксперимствовать, попробовать. Тем более выращивают виноград. Выращивают, да. И вы знаете, что очень часто на фуршеты, на какие-то банкеты, даже дома, когда мы встречаем гостей, мы делаем канапе. Из сладких каких-то, вот очень красивое канапе. Вот туда включается виноград черный, виноград белый, долечка арбуза, кубик дыни, это может быть мандаринка. Все это нанизывается на шпажечку. Вы только что испугали нашего врача-болеолога такого сочетания разнообразных фруктов на одной шпажке. Все это нарезается очень мелко, очень красиво, чтобы оно смотрелось. Это фуршет, это банкеты. Но вот кроме того, что это вкусно и красиво, Екатерина, полезно ли вот такое сочетание винограда? Вот практически совсем перечислили, только что все фрукты, существующие в августе. Ну, во-первых, если про сам виноград сказать, да, то он достаточно полезен. У него ярко выраженный антиоксидантный эффект. Тем не менее, есть большое количество сахара, да, поэтому как бы, ну, 200 грамм где-то в день, то есть, ну, больше не стоит. Вот, то же самое, поскольку как бы ягоды чем-то напоминают сливу, да, то у нее такой, скажем так, есть слабительный небольшой эффект. То есть, если какие-то, скажем так, проблемы, да, с желудочно-кишечным трактом, опять же, да, то все мы знаем, что ягода слегка такая кисловатая, да, все равно иметь кистовкус, то, как бы, скажем так, по состоянию здоровья, да. Вот, и что касается сочетания с другими, ну, тут, опять же, если нету, как бы, воспалительных заболеваний, да, желудочно-кишечного тракта с кислотностью все в порядке, то такую канапе почему бы не попробовать, да. Ну, что ж, ну, вообще, вот виноград сегодня выращивают сами у нас, если это так, то перские арбузы, да, и дыни. Мы все-таки чаще покупаем сегодня там где-то в торговых точках, на рынках. Вот что посоветуете, как опытные хозяйки, как правильно выбирать вот арбузы, дыни, и самое главное, как правильно употреблять вот эти летние лакомства? Конечно же, без рекомендации врача здесь тоже не обойтись, но вот как вы выбираете дыню, может быть, у вас есть какой-то особый способ? Ну, я, во-первых, как кулинара и проверенная всегда все нюхаю. Мне если сладким пахнет дыня, я ее всегда покупаю. Арбуз я стучу, чтобы был такой звонкий звук. Ну, и, как говорят, где плодоножка такая, она должна быть или крупной, значит, это арбузиха, она всегда слажая. Она всегда слажая. Ну, вот подождите, вот ваш выбор, он это подтверждает вообще обычно, вот то, как вы выбираете? Вы знаете, что если это мой выбор где-то в конце августа и в сентябре, то подтверждается. А если это в июне, в июле... То есть смысл, да, смысл, наверное, скорее всего в том, что надо сезонные продукты есть в сезон, наверное, так. Да, есть сезон. Екатерина, вы добавите что-нибудь про дыни, арбузы, персики, про то, что появляется у нас на столе обычно вот в августе и сентябре? Могу добавить, могу добавить то, что, что касается арбуза, да, это очень вкусная ягода, да, это же ягода? Это ягода, да, хотя и спорят до сих пор. Очень, как бы, вот, что касается, если, скажем так, перекусы, да, те же самые, то она очень хорошо насыщает, да, там очень много мякоти, клетчатки, да, плюс она достаточно сладкая ягода, вот, и, как бы, ну, тоже есть нюанс, что очень хорошо накапливает нитраты. Вот. Да, 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 как вот, как и дыня, да, тоже. Ну, вот смотрите, вот об опасности, вот об этой, да, употреблении вот этого фрукта, о нитратах нас часто очень предупреждает. Екатерина, а вот как все-таки избежать отравления вот таким любимым лакомством, что предпринять вообще? Как выглядит арбуз? В первую очередь, как внешний, да, аккуратно с самого арбуза, да, потом, если в разрезе, то волокна, да, по волокнам можно суть. То есть арбуз имеет ярко выраженный такой цвет, да, и прожилки, мы их всех вот видим, да, это тут мякоть, это, она должна быть такая вот крупистая, да, то есть с крупинками. И цвет, естественно, что должен быть, если какие-то оттенки появляются такого неправильного цвета. Его не брать, не употреблять, по крайней мере. А стоит ли арбуз там промывать мыльным раствором, протирать какими-то антиспиртовыми средствами? Ну, спиртовыми, я думаю, что не стоит, и мыльными тоже. Я думаю, что как мы всегда его моем, так и стоит. И этого, в принципе, будет достаточно. Ну что ж, дорогие друзья, небывалый урожай томатов и фасоли вырастила в этом году на даче еще одна наша телезрительница Светлана из Гомеля. Вот сами посмотрите, сейчас нам покажут эти фотографии. Это двухметровые кусты фасоли и такие кусты томатов по 15 штук практически на одном кусте. Ну вот, к сожалению, вот это мы видим томаты, самые разнообразные, да, еще только-только поспевают. Ну и, конечно же, двухметровые кусты фасоли – это то, что всю нашу творческую бригаду очень удивило. Но, к сожалению, вот телезрительница Светлана не поделилась секретом такого урожая. Может быть, вы, Татьяна Михайловна, знаете, как опытная дачница, вот как вырастить такую шикарную фасоль и такой вот шикарный урожай томатов? Ну, я думаю, что такую шикарную, конечно, фасолью надо выбрать сначала семена, чтобы эти были достойные, чтобы они были такие же, как тут вырастены. Лично я всегда сажу северные эти семена в теплую землю. Это в конце мая или начало даже июня, начало в числах девятых-десятых, потому что надо, чтобы она была прогретая. Если земля будет холодная, они даже могут не прорасти и обязательно поглубже их садить. Если мы говорим, там, свеклу, морковь, один-два сантиметра засыпаем, то тут, ну, до десяти сантиметра, ну, это мое такое мнение, до десяти сантиметров, тогда ее не вымывают дожди. И когда она уже поднимется, когда она уже начинает расти, конечно, поливы. Поливы, поливы, поливы. Особенно вот в это лето, которое у нас очень засосило. Ну, дорогие друзья, сейчас у нас на связи известная вам Людмила Тутынина. Это наш гомельский психолог, постоянный эксперт нашего проекта. Просто у Людмилы действительно произошли кое-какие изменения в жизни, связанные с дачей. Вот хочу, чтобы она поделилась с нашими зрителями. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Рада вас слышать. И мы очень рады, да, тебя слышать и видеть, по крайней мере, на фотографии. Ну, я знаю, что в этом году ты впервые стала дачницей, и практически вот все лето ты присылаешь мне в соцсетях какие-то свои фотографии, свой урожай. Ну, вообще, расскажи вот для наших зрителей, каковы ощущения, вот что получилось, что ты вырастила, и что ты, городской житель, чувствуешь от такого влечения, как дача? Наташа, ну, во-первых, вот нужно четко разделить такое понятие деревенский житель и дачник. Я стала деревенским жительным, то есть я там жила, не наездами, а просто жила. Мы действительно приобрели дом в деревне, в деревне Шарпиловка, это благословенное место. Ну, и чтобы земля не пустовала, а, как вы понимаете, пришлось какие-то грядки посадить. Наташа, ну, то, что ты называешь урожаем, это очень громко сказано. Это были какие-то попытки. Но с такой любовью, с таким мазарком, с такой креативностью, с таким вот каким-то удивительным, ну, внутренним, да, потенциалом, не растраченным всем эти годы по поводу вот земли, деревни. Я все, ну, все лето занималась этим огородом. Ну, я боюсь, что, да, боюсь, что тебя даже сложно на эфир сейчас пригласить и вытащить из Шарпиловки. Но в любом случае, вот на фотографиях мы видим, что ты заготавливаешь какие-то травы, у тебя какие-то необычные блюда. Ну, вообще, в принципе, какими заготовками ты занимаешься, как уже, скажем, дачница в этом году? Как ты сохраняешь свой урожай? Смотри, я имею какой опыт? Я же выросла в тайге, я же сибирячка. Поэтому, а все сибиряки занимаются чем? Собирательство в первую очередь. А потом уже что-то садят на огороде. Поэтому, если вы говорите о том, что же я заготовила, это прежде всего травы, да? Это иван-чай, это зверобой, это чебрец, это пожитник. Дальше ягоды, которые я собирала, мы их, естественно, заморозили, да, что-то сушили, что-то замораживали. Вот это я, как бы, это мой актив, это мои активы, то есть я это вырастила и оставила на зиму, что очень приятно. А по поводу вот консервации, ну, это не совсем мое, Наташа. Я поняла. Ну, подожди, подожди, еще пройдет время, когда у тебя появится огромная плантанция огурчиков и помидорчиков, да, вот, как Татьяна Михайловна. Мы посмотрим, что ты скажешь о консервации. Я обратила внимание на одну фотографию, такой необычный салат, зеленый лук, зеленый лук не то с клюквой, не то с красной смородиной. Что это за рецепт? Вот, вот, вот. Наташа, это мое такое ноу-хау. Изобретение, так. Это говорит о чем. Я всю зиму изучала травы. И выяснила, что большая часть трав, которые у нас находятся в лесу, прямо, ну, что называется, вот вышел, закрыл калитку, вышел со двора, и у тебя уже много полезных трав. Так вот, из всего этого можно делать салаты. Вот салат, который вот на фотографии, да, он очень простой, но очень полезный. Это зеленый лук, он в первую очередь у нас появляется на столах. Потом зелень реписки. Зелень, Наташа, я не оговорилась. Это отличный вариант салатной зелени. Дальше ягоды по речке или краса смородины, кому как больше нравится. Потом крапива, но ее нужно отшпаривать. И пастушья сумка. Это все нарезается, нарезается, заправляется ягодами по речке. Немножко масла, соли. Отличный салат. Просто отлично. Спасибо. Спасибо тебе, Людмила, большое за эти советы. Ну что ж, мы желаем тебе творить на своей даче и дальше. Дорогие друзья, мы, в общем-то, эти пожелания, конечно же, для всех вас. Напоминаю, что завтра яблочный спас, поэтому не забываем действительно запастись яблоками. Я хочу поблагодарить наших гостей в студии за эти полезные советы. Сезон консервации продолжается. Если у вас есть интересные рецепты, присылайте их по электронной почте или в соцсетях нашей программы. Это был еще один добрый вечер, Гомель. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова